Добрый день! Сегодня готовим морковный пирог. Посмотрите, какой он хороший, пушистый. Морковки совершенно не видно. Продукты вы видите на столе. Замысловатого ничего нет. Всё очень легко и просто. Ещё и полезно. Здесь у нас яйца, соль, сахар. Перемешаем. Полезно, потому что мы получим здесь витамин А. Нашим детям это необходимо. Да нам тоже. Теперь добавляют сюда морковку. Морковку натираем на мелкую тёрку, если хотите, чтобы её было совершенно незаметно в вашем пироге. Натираем цедру лимонную, корицу и сухофрукты. Сухофрукты могут быть разные на ваше усмотрение. В оригинале здесь должен быть изюм. Я добавила инжир сушёный, но предварительно нарезала его. Добавила растительное масло. Теперь перемешиваю. Осталось добавить муку и разрыхлитель. Добавляем по норме, сколько положено. Я готовлю здесь полпорции. Вы смотрите и потом задаёте вопросы. А у вас было столько, написано столько. В рецепте будет полная порция. Форма у меня на 15 см, 15 на 15 см, вернее 16 на 16 см, так как у меня не было формы. Я приготовила её из фольги. Тесто, видите, какое оно не должно стекать с ложки. Возможно, оно у вас будет жидкое. Тогда внутри может не испечься. Это зависит от яиц, от муки. Так что от той же самой морковки. Она может быть сухая или сочная. Выпекаем 180 градусов в заранее разогретой духовке. Если полная порция, 40-50 минут. Проверяйте, чтобы она полностью была готова. Теперь делаю лимонную карамель. Лимонную карамель делаем из сахара и лимонного сока. Лимонные цедры. Сахар высыпаем в сотейник. Ставим на огонь. Не дотрагиваясь ложкой, чтобы оно полностью растопилось. Вот, скажем так, растаяло. Добавляем лимонную цедру. А после того, как всё полностью разошлось, не осталось ни одного кусочка сахара, добавляем лимонный сок. На 2 столовые ложки, 2 чайные ложки лимонного сока. Всё. Убираем с огня. И наша карамелька готова. Я ещё приготовлю, ну, не карамель, а больше он похож на ганаш. То же самое с сахар, какао. Но вместо лимонного сока я добавлю сюда воду. 2 чайные ложки воды. Тёплой воды, чтобы не брызгало ничего. И тоже, вот видите, вот такими полосочками украсила мой пирог. Если вы это готовите для детей, в смысле, дать в школу с собой, то сверху ничего делать не надо, чтобы они не испачкались. Если так не хотите возиться, можете посыпать сахарной пудрой. Вот такой пирожок у нас получается. Он довольно-таки объёмный, вкусный, непритерный. И я думаю, всем понравится. Готовьте. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки. Кто не подписался, подпишитесь. Но самое первое, поделитесь этим видео, чтобы мне тоже от этого было приятно. А пока, пока-пока. Желаю всем удачи и счастья. До свидания. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok